С полей республики убрано более 85% урожая. Намолочено почти 500 тысяч тонн зерна. Нынешний год для аграриев стал плодородным. Эти данные министр сельского хозяйства сегодня озвучил на еженедельном совещании в Доме правительства. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Уборочная страда в республике затянулась. Работать аграрием мешают дожди. Благоволит погода только южным районам. Но в целом ситуация благоприятная. В Яльчиках закрома уже заполнены в ближайшие дни. О результатах отчитаются власти Батревского и Комсомольского районов. Урожайность аграриев радует. В среднем с одного гектара они получают более 20 центнеров. Прогнозы у министра сельского хозяйства пока тоже оптимистичные. Мы на этой неделе 100%... Какой день мы завершим? И вы доложите. 13-го числа мы должны завершить. 13-го сентября мы должны завершить. Продолжается у нас сев озимых культур. День посея на 57,90 тысяч гектаров. Но план у нас 100 тысяч. К сожалению, пока вот тоже тяжело шел в связи с погодными условиями. Но почва подготовлена, она в достаточном количестве имеется. Беспокоит правительство республики и постоянно растущая задолженность по оплате за использование лесов. В черном списке 17 действующих и 27 бывших арендаторов. Республиканский бюджет недополучил от них 30 миллионов рублей. В целях уменьшения задолженности по платежам за использование лесов арендаторам лесных участков направлено в текущем году 95 претензионных писем о необходимости уплаты 19 миллионов рублей. Если не действуют и такие призывы, на нерадивых арендаторов подают в суд. Но долги продолжают расти, а недобросовестные предприниматели попросту уходят от ответственности. Глава республики напомнил о ситуации, которая сложилась вокруг Чувашского лесхоза. Предприятие обанкротилось, а все документы его руководители уничтожили. Михаил Игнатьев попросил разобраться в проблеме детально. Налицо коррупционные схемы. Обсудили члены правительства и результаты недавней встречи главы республики с руководителем фонда содействия развитию жилищного строительства. В Чувашии будет передан земельный участок по Ядринскому шоссе. Здесь планируют построить 200 тысяч квадратных метров жилья. Михаил Игнатьев отметил, что это поможет создать здоровую конкурентную среду и закрыть лазейки для черных махинаций. Вот земля, пожалуйста, продается через аукцион, через эти схемы публично, открыто, прозрачно. Они ждут, они не продадут просто, у них не получится. Цена снизится. Еще одной важной задачей глава республики считает сохранение минимальных цен на жилье эконом-класса. Один квадратный метр должен стоить не дороже 30 тысяч. Медрик Ковалев, Игорь Поручиков и Андрей Шоклев. Республика.